Кэнон Групп Инкорпорейтед В фильме снимались Дэвид Уорнер, Хью Поллард в роли Гензеля и Николя Степплтон в роли Греппель, Эмили Ричард, а также Клорис Личман в роли Ведьмы. В фильме использована музыка из оперы Гензель и Греппель Энгельберта Хампердинга. Оператор Илон Розенберг Авторы сценария Нэнси Уилмс и Лен Таллен по мотивам классической сказки «Братьев Гримм». Продюсеры Менахом Голлан и Йором Глобус. Режиссер Лен Таллен. Гензель! Греппель! Вставайте, Лен Тей! Я не буду повторять. Гензель! Гензель, проснись! Мне приснился такой красивый сон. Что тебе приснилось? Мне приснилось, что мы с тобой живем в красивом замке, и у нас есть пони. А что еще? Нам ничего не нужно было делать. Кроме того, мы были принцем и принцессой. И никто не давал нам никаких указаний. Никто? Никто. Хороший сон. Гензель! Греппель! Мы идем, мамочка. Но я не наелся. Это вам на ужин. Нам не нужен ужин потом. Нам нужен завтрак сейчас. Молодая еще, чтобы командовать. Кроме того, обильный завтрак вреден для крови. Все будет хорошо, Мэри. Верно, дети? Да. Да. Этого достаточно только мышки, но не целой семье. Идите, подготовьтесь к поездке. Да, папа. Стефан, они не доделали то, что я им поручила. Доделают завтра. Я обещал взять их с собой. Завтра, завтра. Ты все откладываешь на завтра. Завтра мне нечего будет поставить на стол. Стефан, что с нами будет? Мы просто умрем с голоду. Тебе пора начинать строгать для нас гробы. Не беспокойся. Я докажу тебе, что смогу все исправить. Главное, верь, и Бог нас не оставит. Милая, будь хорошей девочкой. Гензель, не теряй головы. Стефан, не дай пекарю обмануть себя. Невозможно. Пошли. Пока, мама. Пока. 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 Папа, загадай нам загадку. Да, папа. Ладно, итак. Да, вот эту. У кого есть руки и ноги, но нет головы? У мухи? Нет. Я знаю, я знаю. Это черепаха. Глупый, у черепахи есть голова. Как и у мухи, Гензель. Ладно, папа. Тогда у кого есть руки и ноги, но нет головы? У кресла. Это была трудная загадка, папа. Я загадаю попроще. Чего у тебя не бывает на завтрак? Обеда и ужина. Ты, шутки, с дороги. А это вам. Спасибо. Достаточно. Спасибо. Спасибо. Лесоруб. Спасибо, кузнец. Папа, смотри, кузнец дал мне странные камешки. Как они называются? Это кремень. Если постучать вот так, можно высечь искру и разжечь огонь. Хороший подарок. Всегда держи их при себе. Могут пригодиться. Дети, я говорил вам сидеть на месте, пока я не решу все свои вопросы. Это последний, сэр. Ничего не трогать и не пробовать. Не то вашему папе придется расплачиваться. То же касается и тебя. Эту сетку с дровами я положу выше. Очень подождаю. Естественно, чтобы получить музей. ПОЛОСЯ Если д hip, ты подожди может поговорить как выброситьretch настроёны, нужнор Ðврыкmlенько. Вы сидите с дровами, Кто это дровами не подойдет, я это не получилось. И Dryshan КОНЕЦ Вот твои деньги, лесоруб Но мы договаривались о другой сумме Я вообще перестану с тобой договариваться, мне проще самому пойти и нарубить дров Но у меня нет времени А для тебя это прибыль Сэр, в прошлый раз вы заплатили меньше, чем нужно и обещали в этот раз дать больше Я думаю, ты ошибаешься, лесоруб Что-то я такого не припомню Малышка Это тебе Очень вкусненькая печеньица Что нужно сказать, Гретель? Спасибо, господин пекарь На здоровье Пошли, дети Цветные ленты Смотрите и покупайте Лента в волосах подчеркивает глаза А у этой девочки такая прелестная головка В этих волосах лента смотрелась бы замечательно Вот эта подойдет Купите голубую, чтобы подвязать ей волосы Нет, спасибо Дети, хотите сходить посмотреть на представление Панча и Джуди? Рыба Свежая рыба Купите свежую рыбу Только что выловлено Привет, детишки Привет, детишки Хотите свежей макарели? Нет, спасибо Свежайшие Детишки Золотой мед Сладкий-сладкий Извините Нет, спасибо Да, вы правы У меня большой выбор Рос Какие хотите? В ладошки хлопнем Хлоп-хлоп-хлоп Ножкой токнем Топ-топ-топ Влево-вправо Если мало Начинаем Все сначала Как тебя зовут, малыш? Гензель Гензель, милый Ты не хочешь потанцевать вместе с нами? В ладошки хлопнем Ножкой топнем Влево-вправо Если мало Начинаем Все сначала А теперь моя очередь Не пытайтесь дурака Хоть немного поменять Проще толстую дубиной По башке ему стучать Ну что, Панч Давай споем нашу песню Давайте споем все вместе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мамочка Мама А мы видели Панчи и Джуди Да ну? Да, мы танцевали с куклами Панчи и Джуди такие веселые Они дрались и лупили друг друга дубинкой А мне кузнец дал два камня Которыми высекают огонь Мама, хочу услышать песню, которую я выучила Не сейчас, Гретель Смотри, какие красивые камни Папа рассказал, как ими пользоваться Займитесь делом Давайте 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 Разве это суп? На вкус это грязная вода А откуда ты знаешь, какой вкус у грязной воды? Однажды пробовал Серьезно? В кровать В кровать Мне нечем вас кормить В следующий раз последнюю картофельну съем сама Дети, идите спать Да, идите спать, дети Я была бы счастлива, если бы вы никогда не проснулись Мария, как ты можешь такое говорить? Как ты позволил жирному пекарю снова себя обмануть? Ты что, совсем глупый? Я простой лесоруб Ты отец Как ты можешь терпеть, что кто-то отнимает еду у твоей жены и детей? Почему ты не можешь забрать то, что тебе должны? Он влиятельный человек в городе Да будь он хоть самим королем Я сама пойду и поговорю с пекарем Ладно С меня хватит Завтра я пойду к нему И заберу все, что он мне должен Доброе утро, миссис Доброе утро, миссис Доброе утро, сосед Я вам кое-что привез Коровы дают молока больше, чем мы можем выпить или сделать сыро Еще я принес яйца У меня нет денег, сосед И не надо Ваш муж неоднократно меня выручал Прошлой зимой, когда я заболел и не мог встать с кровати Он съездил за моей семьей, чтобы за мной было кому присматривать Он хороший сосед и хороший человек Да Мой муж заботится обо всех Это не в тягости вашей семьи? Да все в порядке Спасибо Знаете, вчера я, как обычно, отвозил молоко Мельнику Так он мне сказал, что в проклятом северном лесу снова пропал ребенок Маленького мальчика искали весь день, но так и не нашли Ужас Я думаю, что этого ребенка больше никто никогда не увидит в месяц Вот, дети Свежее молоко и яйца Спасибо Дети, поблагодарите Спасибо Спасибо Хорошего дня Потрясающие сливки Сделаю-ка я запеканку Поскорее вы Спасибо Спасибо До свидания Николай Яaje Ну Субтитры делал DimaTorzok И вечером мы устроим настоящий праздник Я так счастлива Гретель, когда я уйду, закончишь топать? Да, мама А ты, Гензель, убедись, что прутья хорошо затянуты Метла должна быть долговечной И, пожалуйста, не забудь напоить ослицу Не забуду Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Может, потанцуем? Да, Гензель Гретель, я не знаю, как наклоняться и кружиться Я не попадаю в такт Помоги мне научиться Ладошки хлопнем, хлоп-хлоп-хлоп Ножкой тупнем, топ-топ-топ Влево, вправо, если мало Начинаем все сначала Разглоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп Jama interrogants как 통 Тра-ла-ла-ла-ла… Тра-ла-ла-ла-ла… Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла... О, нет! Какой ужас! Гензель, что вам делать? Она разлила молоко. Наверное, не закрыл калитку. Что маме скажем? Не знаю. Убери здесь, а я уведу ослицу. Пожалуйста, ну пойдем. Да иди же ты! Что это такое, Гретель? Что вы делаете? Почему здесь ослица? И где моя запеканка? Мы не видели, как она вошла. Вы позволили этой глупой ослице съесть нашу запеканку и выпить молоко? Гензель, убери ее отсюда. Немедленно, слышишь? Убери отсюда ослицу. Глупый мальчишка. Ну давай же ты, ослица. Ну иди же. Я сама ее уведу. Отойди, глупый мальчишка. Давай, пошла. Иди отсюда. Уходи. Убирайся. Пошла вон. Вы глупые. Глупые дети. Я никогда вас не прощу. Никогда. Прости нас. Мы виноваты. Соберите столько ягод, чтобы хватило на всех. Или не возвращайтесь. Убирайтесь с глаз долой. Убирайтесь. И даже не вздумайте возвращаться с пустыми корзинами. Или я... Мама! Убирайтесь. Прочь с глаз моих. Пойдем. Пойдем. Мы же обычно поворачиваем в эту сторону. Здесь уже не осталось ягод, мы их все собрали А сюда мы еще не ходили Но папа велел не ходить в этот лес Вдруг мы не все собрали, вдруг еще осталось У тебя еще осталось печенье, которое дал пекарь? Да, немножко Хорошо Этого хватит Будем бросать на землю печенье, чтобы потом найти дорогу домой Так мы не заблудимся Но папа сказал Перестань, что ты как дитя КОНЕЦ 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 Посмотри, сколько ягод Какие большие И сочные И снатки Кто-то мама обрадуется КОНЕЦ Весь день я брожу по лесу В надежде повстречать добрую фию Которая по вечерам Поет мне колыбельную песенку Но вдруг она здесь В тени шоколадного дерева КОНЕЦ В шоколадных деревьях не бывает Нет, бывает Где мне найти добрую фею Которая по вечерам Поет мне колыбельную песенку Что будем делать? Теперь мы собрали полные корзины ягод Мне никогда не было так хорошо Принцесса, давайте вернемся в наш замок Мы просто пойдем по оставленному следу Королевская дорога из печенья Вот наше печенье А вот еще одно И еще одно Смотри, еще И вот еще И вот еще Где наш след? Исчез Похоже, мы заблудились Не говори так Мы найдем дорогу Я уверен Пошли Какой чудесный день Какой чудесный день Какой ветерок Какое небо Какое деревце Какой чудесный я Откуда взялась смелость потребовать то, что мне причитается Какой чудесный день Какой чудесный я Какой чудесный день Мария? Проснись У нас мало времени Муж вернулся домой после дальней дороги Ты знаешь, что я принес? Не хочешь меня поприветствовать? Добро пожаловать А зачем? Одни сплошные неприятности Я должна Смотреть за домом Кормить детей И что? Ничего Ничего Давай посмотрим, что мы будем сегодня есть Стефан Я не настроена шутить Я устала от жизни Все съеденное А с лицей Ничего не осталось Большая банка меда уменьшит твою усталость от жизни А мешок семечек подсолнуха подойдет? А как насчет Масла? Масла? Где ты это взял? Я забрал долг у пекаря Все до последнего Стефан Но он такой влиятельный Ты ему не грубил? Неприятности не будет? Да, он поначалу сопротивлялся Но потом понял Что я не уйду Пока не получу все Зачем пришел Чай Колбаса Окорок Это стоит целое состояние А где дети? Эти маленькие кровососы Ты знаешь, что они натворили? Я оставил их одних Когда я ушла Они притащили в дом ослицу Она сожрала всю запеканку, которую я испекла И разбила кувшин молока Который нам принес сосед Когда я увидела их играющими со слицей в доме Я так разозлилась Я послала их за ягодами Сколько ягод осталось на тех кустах, к которым мы все время ходим? А я откуда знаю? Я ничего не нашла Но я была так зла Ну, значит, они скоро вернутся А они не могли пойти В северный лес? Нет, нет, вряд ли Я им сотню раз говорил, чтобы не ходили туда Господи, что я наделала Небеса, помогите нам Мои дети Мария В Северный лес Северный лес Небеса Бkeln Гензель, Гретель, где вы? Гензель, Гретель, пожалуйста, вернитесь домой. Простите меня. Слишком темно. Сегодня в этом лесу их никто не найдет. Гензель и Гретель, мои дети, если что-нибудь случится, я себе этого никогда не прощу. Не вини себя. Ты была вне себя. Это плохой лес. Здесь пропало очень много детей. Здесь нет тропинок. Здесь просто заблудиться. Одна женщина сказала мне, что в северном лесу живет ведьма и водятся демоны. Это суеверие. Сегодня мы будем за них молиться, а завтра с утра я пойду и найду их. Пошли домой. Давайте, искорки. Зажгите огонь. Ночь наступила. У меня получилось. Да. Мы развели огонь. Зажгите огонь. Мама! Папа! Не надо было тебя слушать. Теперь на меня нападут гоблины. Пока я рядом, никакие гоблины тебе не страшны. Сядь поближе. Я тебя защищу. Гензель. Гретель. Гоу-уу. Готово. Г impossibly. Готово. 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 Восстанта. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Набирайте вес. Набирайте вес. Как мои конфетки. На чём мы остановились? Затем они спустились по лестнице, и тут король, королева и все придворные очнулись и удивлённо посмотрели друг на друга. Маленький дед, золь ты, наверное, голодный. Съешь-ка ещё одно пирожное. Нет, я больше не хочу, спасибо. Да, ты хорошо воспитан. Ладно, поставим их сюда. Можешь взять, когда захочешь. Я их испекла специально для вас, детки. Я так рада, что вы согласились остаться у меня на ночь. А чем там всё закончилось? Да. Вот. Лошади бесновались, мухи на стене стали жужжать, в кухне вспыхнул огонь, и детки сгорели. Нет, то есть согрелись. Греть, гореть. Детки, вы удобно улеглись в своих кроватках? Да, спасибо, пожалуйста, дочитайте сказку. Да, пожалуйста. Повар начал жариться. Нет, повар начал жарить, и... Принц и Роза поженились, и жили счастливо до конца своих коротких жизней. В смысле, своих долгих жизней. Да, вот такая сказка. Хорошая сказка. Да, да, спи. Гринзельда, а что это у тебя на шее? Это мой монокль, деточка. С ним вещи, кажется, в два раза больше. Без своего монокля я почти ничего не вижу. С тобой будет то же самое, когда станешь старой, как я. Но мой нос – совсем другая история. У меня очень хорошее обоняние. Нос помогает мне готовить. А можно посмотреть? Нет, 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 дорогая. Он хрупкий. Бабушка Гринзельда никогда не упускает его из виду. Спокойной ночи, детки. Спите крепко. И пусть клопы вас не кусают. А у нас будет печенье и варенье на завтрак, бабушка Гринзельда? Конечно, милый. У тебя будет все, что пожелает твое маленькое сердце. И мороженое, и пирожное, и печенье, и три сорта варенья. Вместе с Гретель мы приготовим прекрасный завтрак. Да, Гринзельда, спокойной ночи и спасибо. Вас ждет пирог. Вас ждет пирог. Вас, вас ждет, ждет, ждет пирожок. Гензель, ты называешь Гринзельду бабушкой. Но она же не наша бабушка. Верно? Наша бабушка уже на небесах. Ну так пусть и это будет бабушкой. Эта кровать такая удобная. Мягкая, как на облаке. Я бы остался здесь навсегда. А как же мама с папой? Разве плохо жить здесь? Есть то, что готовит Гринзельда. И каждый вечер слушать сказки. Это самый лучший дом на всем белом свете. «Обившись», он местами, он может жить. «Ак test» Гензель, проснись. Добавь-ка побольше соуса в мою стряпню. Гензель. Я зажигаю свечи. В полночный час никто не увидит, как я призываю гоблина. Три, четыре, закон ведьмы. Пять и шесть. Начинаю колдовать. Девять равно одному, а десять — это ничто. Семерка исполнит мою волю. И до того, как наступит рассвет, дети будут моими. Спите, детки, спите. Это ваш последний сон. Все превратится в то, чем не было, на радость мне. Пусть они станут безбольными и исполнят все мои желания. Я знаю, кто здесь. Я чую твой запах. Гензель, 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 проснись. Проснись, Гензель. Чего тебе? Она ведьма. Она ведьма. Фокус-покус. Веревка, появись. И свяжи их тела, да покрепче. Гензель. Нет. Я не могу. Не могу сдвинуться. Веревочка, обвяжи его еще потуже. Он моя еда, а она — рабыня. Фокус-покус. Малос-локус. Рокус-локус. Фокус-покус. Ты будешь есть днем. Ты будешь есть ночью. За неделю растолстеешь. Роздоли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА